Всем привет! Сегодня я расскажу ещё один способ, как можно использовать Яндекс Дзен для продвижения своего ютуб-канала, для продвижения своих видео. Этот инструмент называется нарративы, и сейчас мы вместе с вами сделаем нарратив на нашем канале, а вы соответственно на своём, просто повторяя за мной. Мы заходим в редактор, нажимаем на плюсик и выбираем нарратив. Первое окно, здесь можно вставить картинку и написать заголовок. Я буду делать нарратив про 5 ошибок начинающего видеоблогера. Нарративы могут быть на разные темы. Отлично этот формат подходит для кулинарных каналов, чтобы сделать пошаговый рецепт, для рукодельных, чтобы опять же сделать пошаговый мастер-класс или, например, разобрать инструменты, которые понадобятся для мастер-класса, для изделия. То есть только от вашего желания использовать инструмент, зависит как вы его примените. Потому что вот такие подборки составлять или пошаговые инструкции можно в принципе в любой тематике. Те же топы ошибок, советы и так далее. Теперь нам нужно вставить сюда картинку. Перетаскиванием это не сработает. Нужно здесь нажать плюсик, выбрать картинку и уже в эту область можем перетянуть. У нас осталась картинка и мы можем ее масштабировать и выбирать, что будет видно на экране самостоятельно. То есть если у вас, например, вот такого формата изображения, то оно станет на весь экран. Если же у вас квадрат, то вы можете тоже его на половинку расположить. Если это прямоугольник, то можете просто вот так вот его подвигать и выбрать нужный вам ракурс. Очень напоминает работу со слоями, например, в Adobe Illustrator. Заголовок, к сожалению, нельзя сместить ниже, он находится там, где он находится. Также здесь у нас сразу логотип канала продублирован. И если мы выберем текст, то мы можем поменять его цвет или же поменять цвет фона, например. Если вы захотите загрузить вместо картинки гифку, то это также можно сделать, но она должна быть не очень большой. Сейчас мы сделали первый экран и передвигаемся уже непосредственно к содержанию нашего нарратива. Я выбрала пять ошибок. То есть я выбираю плюсик, картинка и выбираю первую картинку, которую я выбрала. Это некачественный звук, ошибка и вот эта картинка. Опять же она подгружается, я ее масштабирую до нужного мне размера. Тут появляется направляющая, то есть можно отслеживать, чтобы были на одном уровне с предыдущим изображением, что очень удобно. Затем вместо текста я сделаю ссылку на ролик в YouTube, который у меня как раз про первую ошибку. То есть я возьму ссылочку на ссылочку на YouTube, вот здесь вставляю ее, а там где текст ссылки, я набираю текст. Сложите видео про первую ошибку. Сейчас я спущу на низ, текст будет виден. Здесь уже текст мы можем тоже форматировать, сделать, например, жирным, курсивом, подчеркнутым, зачеркнутым или выровнять по центру или по какому-то из краев. Также можно задать какой-нибудь фон для текста и цвет самому тексту. Я выберу синий, потому что, как правило, синий ассоциируется с ссылкой. Чтобы еще больше было понятно, что нужно сюда нажать, я хочу добавить стрелочку. Я так и найду, я не знаю, как на натуре это набирать, поэтому стрелка, символ через поиск и вот отсюда как раз копирую себе стрелочку и вот так вот вставлю. У меня будет смотрите видео и наверное вот так вот напишем ошибка номер один. Вот. То есть теперь понятно, что нужно сюда нажать и в итоге человек попадет на ролик, на ролик, который у нас на нашем YouTube канале как раз. Хочу рассказать немножко про вот этот функционал. То есть, что добавляется первым, оно на более низком слое находится. То, что последнее на самом верхнем слое. То есть сейчас ссылка, она мне перекрывает картинку, если я поставлю ее на картинку. Если же вот тут вот я возьму и вот так перетащу картинку, то теперь моя ссылка за картинкой будет прятаться. То есть вы вот так вот просто зажав клавишу мыши левую перетаскивание можете менять порядок своих элементов. То есть можете например добавить еще один текст, если нужно или даже еще одну ссылку. То есть это вы уже смотрите по тому, как вы запланировали свой файлик в нарративе. Здесь мы можем добавить плюсик и сделать следующую страницу. То есть нарратив это должно быть хотя бы 3-5 страничек, которые можно пролистать. То есть нарратив из одного поста не имеет никакого смысла. Всего в нарративе может быть 12 таких страниц. Сейчас сделаем еще один раз. Я вот этот скопирую. Так, скопирую сам текст. Плюсик, ссылка, текст ссылки. Вторая ошибка у меня, ожидание быстрой прибыли. Вот ссылка на видео. Вставляю его сюда. Ставлю ниже. Взменяю на двоечку. Ставлю цвет, выравнивание. Добавляю плюсик, картинка. Перетаскиваю следующую картинку, которую я подобрала. Подгоняю ее размеры под остальные картинки. И у меня готова вторая страничка. Таким образом я сделаю 5 страниц. Увидимся, когда они будут готовы. Итак, вот я уже заканчиваю последний пятый слайд, который я хотела сделать. И у меня получилось 5 картинок, 5 ссылок и обложка. На самом деле этот вариант не самый лучший. Я рекомендую вам делать слайды просто с информацией. И только последним слайдом уже переводить на ваш канал или на какой-то ролик. Например, вы сделали обзор продуктов, которые нужны для какого-то блюда. И в последнем слайде сделали. Смотрите рецепт по этой ссылке, например. Или, например, сделали 5 ошибок и последний слайд еще 10 ошибок можете увидеть в этом ролике. Да? То есть таким вот образом делать. Потому что Яндексу не очень нравится, когда много ссылок в каждом из постов. Я же просто сейчас не готовила каких-то постов. И чтобы быстрее показать механизм, взяла именно все их однотипные. Также картинки, помним, правдовское право должны быть или со стока, или ваши фотографии. И достаточно яркие, чтобы человеку было интересно. Потому что сейчас, как видите, я постаралась подобрать такие интригующие картинки, чтобы было интересно узнать, что же скрывается с этим изображением, какая ошибка имеется в виду. Поэтому обращайтесь на это внимание. И не забывайте о том, что вы можете добавлять разные текста. Например, делать текст более крупным шрифтом в качестве заголовка. Вот тут вот меняется размер. И затем более мелким шрифтом, например, написать уже какой-то разъясняющий текст. Если вы какой-то элемент выбрали, хотите его убрать, то вот здесь просто выделяйте его и нажимайте удалить. Вот таким образом это работает. Последнее, что еще хочу рассказать. Вот здесь вы можете скопировать экран, то есть продублировать его вот здесь и уже, например, редактировать ссылку вот тут. Текст остается. Или же редактировать только картинку. Чтобы удалить лист, вот здесь тоже вверху можно нажать удалить экран, окей. И вы можете менять порядок ваших слайдов. То есть если вы случайно как-то подпропустили, то не нужно удалять и по-новому сделать. Вот тут вот есть вот такая штучка. Нажимаете и можете перетащить ваш экран на нужное место. Когда мы составили все наши листы, нажимаем здесь опубликовать и можем написать короткое описание. Также можно добавить теги и когда написали описание, поставили теги. Если хотите, можете сделать отложенную публикацию. Я опубликую сразу, нажимаем опубликовать и вот так будет выглядеть наш нарратив. То есть обложка и мы можем листать наши файлики. Если нажать на текст, то нас преднаправляет на сам YouTube, где можно уже смотреть ролик. Напишите мне в комментариях, все ли понятно, получилось ли у вас сделать свой нарратив для того, чтобы прорекламировать свой ролик с YouTube в Яндекс Дзене. Если остались какие-то вопросы, что-то не получилось, то пишите. Буду делать поясняющие ролики еще. У меня же на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok